Итак, мы продолжаем изучать перти-авод. Перти-авод, поучение отцов и учение отцов, даже я недавно думал, поучение слово, это какое-то странно, поучение, учение отцов, то есть это отцы, перти-это отрывки, да, как главы, но отцов это имеется в виду два обозначения, отцы это, это пра-отцы, да, интересно, что первая книга Тора, Берейшит, там почти нет никаких законов на всю книгу, то есть она описывает период там несколько тысяч лет и там нет законов, а зачем нам это описывать, да, чтобы мы поняли, там в основном описываются пра-отцы, Абрам, Искак и Яков, какими они были, что можно делать, что нельзя, как жить, то есть именно психология, вот это вот, здесь тоже мы изучаем психологию Торы, то есть каким надо быть человеком и как надо относиться, это такие глобальные, то есть здесь это корни всего остального в этом, в этом трактате, значит, сейчас мы подошли к 16-й Мишне, 16-й Мишна, Рабан Гамлеэль сказал, здесь мы видим опять перестали пары идти, то есть до этого было Шимона Цадик, был один, да, Мушайки Бальтура Мясина, передал Еушуа и так далее, потом был Шимона Цадик, потом был Антигна Слиш Сухо, потом после Антигна Слиш Сухо пошли пары, Йосиба Ньюэзер, Йосиба Нюханан, шли-шли-шли пары, Шамай и Елель, это была предыдущая пара, они все время спорили, все время они спорили, и следующее поколение передачи Тора опять идет один, Рабан Гамлеэль, Рабан Гамлеэль говорил, Асэ лэхарав, сделай себе Рава, говорил он, сделай себе Рава, вэйсталэк мин асафэк, и отодвинься, уйди от сомнения, вэальтарбэ лэасэр умадот, и не отделяй десятину на глаз, не отделяй десятину на глаз, значит, что здесь, о чем здесь идет речь? Значит, прежде всего давайте разберемся, кто сказал, то есть это очень важно, кто сказал, сказал это Рабан Гамлеэль, что мы знаем про Рабан Гамлеэль? Рабан Гамлеэль был очень авторитарной личностью, такой, который полностью взял власть в свои руки, причем он очень жестко хотел убрать опять расхождение во мнениях, он был на си, он был на си, не было главы здесь Сан-Эдрия Нович, то есть он в этом поколении управлял самостоятельно, он, известно про него история, как Раби Юшоа был в его поколении, как глава мудрецов, да, но, видишь, нету здесь, сказал Рабан Гамлеэль, сказал Раби Юшоа, не было, то есть он Раби Юшоа прямо реально поставил его на место, у них был спор, например, когда Йом-Кипур, да, так он говорит, в твой Йом-Кипур, Раби Юшоа, ты придешь ко мне с палкой, пешком, с мешком, то есть он прям был такой очень авторитарной личностью, который полностью, вот именно установил опять один закон в Израиле, он хотел установить один закон, мы знаем, что у него не получилось, потому что мудрецы потом его сняли с поста на си, то есть его сняли с поста на си и в итоге, когда они его сняли с поста на си, они начали думать, кого поставить, если поставить Раби Юшоа вместо него, они подумали, будет ему огромное страдание, что из-за Раби Юшоа его сняли, еще и Раби Юшоа вместо него поставили, давай поставим Раби Ативу, они говорят, боялись поставить Раби Ативу, потому что Рабан Гамлеэль был из рода царя Давида, и у него была заслуга отцов, а у Раби Ативы не было заслуги отцов, он был сын принявших иудаизм, и боялись, что если поставить Раби Ативу, то ему это повредит, то есть пойдет как бы от Рабан Гамлеэль на него какая-то, наверное, ну какая-то может вред быть Раби Ативе, его не поставили, значит поставили, решили поставить вместо него Раби Элязар Беназария, он еще дальше будет встречаться, он был тогда молодой всего, он был 18-летний, говорит нам Талмуд, и его поставили руководителем, он за одну ночь стал седой, потому что он хотел выглядеть соответствующий, но потом все равно решили поставить его и Рабан Гамлеэля поменяться посменно, то один был, то другой, то есть Рабан Гамлеэля полностью не сняли, но его как бы цель, его идея, чтобы опять сделать Тору единой, она у него не получилась, интересно, что эта Мишна идет сразу после, Шамай говорил, так, Шамай говорил, сделай Тору постоянной, и Рабан Гамлеэль пытался сделать Тору постоянной, но у него не получилось сделать Тору постоянной, потому что Тора имеет 70 лиц, и Тора, она, как сказал Бог, что я тот инструмент, которым я сотворял мир, я его передал еврейскому народу, в частности мудрецам, и мудрецы, а так как они не хотели, чтобы вот было вот такое вот, тоже нельзя сказать, хотели они или не хотели, потому что здесь, интересно, есть в этом же поколении был спор Раби Иушуа с Рабаном, с Раби Элезером, Элезер Агадоль, и у них был спор по Аллахе, у них был спор по закону, по одному очень важному вопросу, и вот они спорили, и Раби Элезер, он говорит, значит, если я прав, говорит, то тогда пускай дерево подтвердит, и дерево прыгнуло на 100 метров, значит, Раби Иушуа говорит, мы не принимаем доказательства от деревьев, значит, Раби Элезер говорит, если я прав, в этой Аллахе они спорили по ритуальной чистоте, там, печи, после того, в общем, какой-то логический вопрос, и Раби Элезер говорит, если я прав, пускай, значит, ручей, река подтвердит, что я прав, и река начала течь в другую сторону течения, Раби Иушуа говорит, мы не принимаем доказательства от рек, он говорит, если я прав, пусть стены дома подтвердят, что я прав, и стены начали падать, да, Раби Иушуа говорит, если есть там кого-то, ну, уважение к Торе на небе, пускай они остановятся, они остановились, тогда Раби Элезер говорит, если я прав, пусть небесный голос скажет, что я прав, и раздался небесный голос, то есть, это вообще от Бога, и говорит, Аллаха в любом месте, как Раби Элезер, он прав, Раби Иушуа говорит, нет, говорит, написано в Торе не на небе она, а на земле, и за большинством, даже если, вот большинство говорит мудрецов, туда надо идти, значит туда, и они сделали Раби, Аллаха, как Раби Иушуа и мудрецы, Раби Элезера отлучили от Тора, сказали, пока он не согласится с мнением большинства, к нему нельзя приближаться, с ним нельзя молиться вменянии, и значит, но он не сдался, он не сдался, Раби Элезер, и что? И он так и умер, так и умер он без, без, принять, без возврата обратно, вот именно в общество мудрецов. Так что, а? Пророк Ильяв потом был. Да, пророк Ильяв был, но дальше, ай, ну, хорошо, это известная история, после, буквально через некоторое время, один из мудрецов встретил пророка Ильяву, пророк Ильяву, он, так как он ушел на небо живым, он возвращается, то есть его природа, как бы, она переходит между полностью духовной и материальной. И как-то он встретил этого Илья Ауанови, и говорит, слушай, мне вот очень интересно, в это время, что на небе происходило, когда был этот весь спор? И он говорит, на небе Бог смеялся и говорил, ни цху ни банай, победили меня мои сыновья, но смеялся. То есть, Бог передал инструмент, вот Тора, Он передал ее в этот мир, для того, чтобы с помощью Торы, с помощью Торы, значит, еврейские мудрецы управляли реальностью, да, это Тора, Каббала, Тайная Тора и так далее, но они, еврейские мудрецы, они в основном говорят так, что нас реальность, в принципе, другая, кроме Бога, не интересует. И они миром не хотят управлять никуда, кроме, они говорят, так, секундочку, Бог же управляет миром, чего мы должны управлять? И они отказываются, они говорят, и оно двигается, как двигается. Теперь, ну, здесь есть интересная вещь, другая, что все люди, они же тоже являются вместилищем для Бога, и весь мир двигается туда, куда двигается восприятие людей. То есть, то, что люди думают о том, что будет, мир двигается туда, но в итоге мир приходит не туда, куда люди думают, что он двигается, а куда Бог захочет. То есть, есть вот эти вот векторы, в каждой ситуации, вот лично, возьмем лично тебя или лично меня, в голове есть множество мыслей, и все эти мысли, это как векторы, как такие пружины, и намерение, вот я, может туда, может сюда, может попить кофе, может чаю, может быть на работу, тут на работе есть кто-то говорит, сделай это, кто-то говорит, сделай это, а я внутри, приняв эту информацию, у меня внутри есть, я ее обрабатываю, есть опять же вектор моей мысли, принятие решения, куда я двигаюсь, правильно? Теперь, если группа людей, они объединяют свои векторы мышления, они объединяются в какую-то партию, в какую-то группу, и они начинают думать в одном направлении, их сила, когда, каждые два человека сила не удваивается, а утраивается, учетверяется, то есть она становится все больше и больше, если 10 человек, их сила как у 100, 100 человек, их сила как у 10 тысяч, 10 тысяч, сила как у 100 тысяч, по отдельности, да, то есть 10 тысяч отряд, которые объединены одной целью и одним руководством, он может разгромить 100 тысяч неорганизованных людей в 3 секунды, вообще даже нет шансов, но если 100 тысяч организуются вместе, это такая сила, которая сметет на своем пути все, что угодно. Значит, вот это единство мысли, если у человека оно есть, то он становится цельным, то есть его вот эти множество внутренних векторов сил, оно становится цельным, как лазерный луч. Это то, что сказал Рабан Гамлиэль в этой мишне. Он сказал так, он говорит, человек сам по себе никогда в жизни не сможет собраться. То есть в предыдущем мишне, если ты помнишь, мы учили Раби Юшуа бен Прахья, говорил тоже, сделай себе Рава, приобрети себе друга и суди каждого с хорошей стороны. Но Юшуа бен Прахья, он говорил о изучении Торы, он не говорил о принятии решений, он наоборот говорил, сделай себе Рава в изучении Торы. И в изучении Торы ты можешь поучиться здесь, поучиться там, поучиться там. То есть у тебя складывается цельная картина, когда ты учишься из разных источников. Но сложилась у тебя цельная картина, она вроде картина сложилась, а что делать ты не знаешь. И вот здесь Рабан Гамлиэль говорит о совершенно другом вопросе, да, хотя слова одни и те же, сделай себе Рава. Но его из продолжения, видно, что он имел в виду, в принятии решений у тебя должен быть один Рав, на которого ты полагаешься, да, Тора. То есть ты к нему приходишь, он знает все твои расклады, и он тебе дает совет, делай так. Пса колоха устанавливает. Вот Рабан Гамлиэль советовал, чтобы каждый сделал себе Рава и делал, как ему Рав советует. Тогда у него появляется первое, два мнения, да, то есть как сила двух людей. То есть Рав сказал, делай, я это принял и буду делать. Это уже не два, а 22. Плюс если Рав сказал, делай, то я же к нему почему обращаюсь и делаю, как он сказал. Потому что он говорит от имени Торы. Значит, прикладывается 22 плюс сила Торы, 122. То есть в этом есть благословение. Плюс есть такой еще закон, что так как мне же Рав сказал, мне слушать Рава, кто сказал, Бог. А Бог, это Бог, хозяин мира. Так это уже не 122, это уже в том действии, которое идет от Рава, это 1022 сила, да. И сказал Рабан Гамлиэль, асе леха Рав, сделай себе Рава. Вейсталик мина Сафэк. И тогда ты выйдешь из Сафэка, потому что Сафэк это сомнение. То есть в любой ситуации у человека есть сомнение. А сомнение это такое, как яд внутри. Во-первых, никто никогда не знает, как будет. Никто никогда не знает, как будет. И сомнение, оно ничуть не помогает. Я сижу и думаю, получится, не получится, получится, не получится, получится, не получится. И вот эти качели, получится, не получится. Я не знаю, получится или не получится. Я знаю, что если я буду думать, получится или не получится, то на это сжигается вся моя энергия, сжигается энергия, сила. Он говорит, сделай себе Рава и освободись от Сафека. Получится, не получится, мы не знаем. Все равно человек идет по пути Бога. Написано в Мишле, много замыслов в сердце человека. Но замысел Бога, он исполнится. По-любому, что бы ты ни сделал, так ты сделаешь или так, реальность управляет Бог. Если Бог ко мне хорошо относится, так мне будет хорошо и так, и так. Если Он ко мне плохо относится, а почему Он может ко мне плохо относиться? Если я что-то сделал не так, и меня надо научить и вернуть к Богу. Хоть я так сделаю, не получится, а хоть так сделаю, не получится. Потому что если Бог хочет мне каким-то образом наметнуть, что я с Ним как-то нарушил свой контакт, так у меня была ситуация в жизни, у меня все было идеально. И тут я бах, узнаю, что я заболел. Я сразу куда? К Богу. Ай, все, прости, все понял, все. Потом оп, вроде здорово, знаешь. Чуть где-то не так. То есть Бог через неприятности, Он разговаривает с человеком, намекая ему все время, что надо вернуться к Богу. Поэтому, сказал Рабан Гамлиэль, если ты хочешь в этом мире достигать успеха, сделай себе рава. И освободишься тогда ты от Сафека. Веаль тарбели асерамдот. Умадот. Значит, есть такая интересная штука. Бог сказал в одной вещи, можете меня проверить. Вот прям реально проверьте. Отделяйте десятину от своего урожая. И когда вы будете отделять десятую часть от урожая, я буду вам давать, давать буду благословение и богатство. Про урожай. Амасер идет о урожай обычно. Значит, в Таре, амасер имеется в виду урожай. Заносишь там, ну, раньше же это все было земледелие. И вот, значит, что такое этот амасер? Что это за амасер такой? Раньше, ну как, сегодняшний мир, он уже создан с помощью технологий. Есть технологии, и человек, он, как бы ему кажется, что он миром управляет. Атомные электростанции, телефоны, космические спутники и так далее. То есть, ну реально мир изменился. И все вот эти изменения сделали люди. Но раньше, и за этой технологией, очень тяжело услышать и себя, и Всевышнего. Потому что ты, мы просто, знаешь, как роботы, как роботы такие, да, вот реальные роботы. Идет дикий поток информации. То есть, очень исчезла связь с собой внутри, потому что идет очень много наружной информации. И исчезла связь с природой, с богом. Ну, то есть, природа, Тева, на иврите, знаешь. А Тева, это та же самая Дематрия Элотим, Всесильный Бог. То есть, бог, он, когда создал это мироздание, он его, все это мироздание, это проекция бога в этом мире. И он создал эти все законы, и природа, это близкая проекция. То есть, он, как бы, вот есть энергия, да, вот есть, например, бог, вот есть, там, вселенная. Вселенная для нас, она выражена в солнце. Ну, солнце, солнечная энергия, которая идет от солнца, она идет в этот мир, она через растения, она преобразовывается в растения, потом растения через животных преобразовываются в животное, ну, в мясо живое, да, уже живая, это живая энергия, да, скажем так. И дальше уже, дальше уже идут, ну, произведения человека, то, что он сделал, это уже идет все, то есть дальше уже все создает человек, то есть Бог как бы проходит через человека и преобразовывается в эти космические корабли, айфоны там и так далее. И уже в айфоне увидеть Бога очень сложно, то есть это просто реально в айфоне не практически… Дышит, вот так. Это да, но в цветочке легче, в цветочке, в природе, в травке, вот в этом медитативном таком состоянии, которое наступает на природе, очень Бога, ну, легче почувствовать. Если человек посмотрит видео, он увидит видео даже в айфоне. Да. Видит Бога даже в айфоне. И, в общем, раньше это все было связано с земледелием, с урожаем, с солнцем, с ветром, с такими природными явлениями, и сказал Рабан Гамлеэль, что ты должен там делать все четко, то есть. Альтарбеллиасэрамдот, не относись к отделению Моасэра, вот этой десятой части, на глаз, то есть там нужно быть в митсвот, в заповедях, нужно быть точным, и тогда у тебя будет все хорошо, то есть все. Сделай себе Раба, уйди от сомнения и не отделяй десятину на глаз, и будет у тебя и в этом мире все хорошо, и в том мире все хорошо, и жизнь будет четкая, понятная, конкретная, счастливая и гармоничная. Все, вот это то, что сказал Рабан Гамлеэль. Какая связь между первым, вторым и третьим. В этой мишне, то есть, если ты делаешь, он был четкий, конкретный, вот то, что сказал Шамай, да, он сказал, сделай Тору Кево, постоянной. Говори мало, делай много, выполняй много заповедей, и принимай всех людей с хорошим выражением лица, будь хорошей с людьми. Рабан Гамлеэль, он как бы разъясняет, как это сделать. Он говорит, послушай, будь, убери свое эго, оно тебя запутывает. Сделай себе Рава, задавай ему вопросы и уйди от сомнения. То есть, вот, прими для себя одно решение, я сделаю так, как мне скажут, сделай Рав, все, и у тебя больше нет сафека. Почему? Если я сделаю, как сделал Рав, это идет от Бога, это браха, все, и я здесь чистый, то есть, даже если я где-то ошибусь, но я же хотел сделать только по Торе, а Рав у меня, он Рав, то есть, это человек, который олицетворяет Тору, значит, Бог меня выведет точно по правильной дороге, потому что, все. Теперь, убрался ты от сафека, но у тебя остался материальный мир, в котором ты должен, в материальном мире как-то должен, ну, зарабатывать и так далее. Здесь он дает простой конкретный совет, простой конкретнейший совет, как зарабатывать, да, он говорит, что сон земледельца, это не он говорит в Мишле, царь Соломон, сон земледельца сладок и приятен, много или мало он кушал, ему спится хорошо. Хорошо, а богатому его сытость и его богатство не дает уснуть, потому что у него полностью голова разворочена, что здесь, как, там, у меня вот сейчас мне идти на работу, да, у меня там куча проектов, собеседования, люди, то есть, я, и то я убрал, у меня было 15 проектов, я, я просто не мог, уже у меня разорвалась голова, я сузил их до четырех главных, и у меня все равно эти четыре главных, они просто, ну, настолько забирают жизнь, энергию, силу, что, ну, капец как. Он говорит, нет, говорит, вот, бери землю, обрабатывай землю, отделяй Моасер, бог тебе даст все, что тебе нужно для жизни, он тебе даст, не переживай, все, и тогда это будет нормальная жизнь. Сделай себе рава, уйди от Сафека и отделяй Моасер точно, а чтобы отделять Моасер точно, нужно поле, нужно, как бы, высадить пшеничку, виноград, все, и, значит, с Божьей помощью все будет хорошо. Все, удачи, успехов.